Мен шу бүгіндің етібарым, бірінші сентябріні жунхуриятымызда мүштақиллік күні ұмум халқ байрамы деп, элан күлішіні тәліктім. Қабар үзбекстану республикасының бірінші президенті, даулат мұстақилігінің асосшысы Слом Каримов 2016-й ілінің 2 сентябр күні вафат еткенді. Амалдагі президент Шавкет Мұрзиоев тамандан Маскурсана Слом Каримовның қатырләш күні дейін ұланд қылинген. Қичі, 2 сентябр күні Слом Каримов нұмадагі әлмі маріфі 7 ғарлік мәжмасы мүзінің қолісі дә қатырай күні қаса болу бөтті. Асалам алейкум, азізді слав, добрый вечер, дорогие друзья. Я рада сегідні вас всех приветствовать в этот вечер на территориы езенция Оксарой, где долгие годы работал первый президент Узбекистана Ислам Абдуганиевич Каримов. Благодаря историческому решению нашего президента Шавката Амирамоновича Мұрзиоева стало возможным проведение таких мероприятий по уековеченню светлой памяти Ислама Абдуганиевича. Ислам Абдуганиевич сердцем любил Узбекистан. Его многонациональный народ всегда видел нашу страну как государство с великим будущим. Смыслом всей его многогранной деятельности была реализация цели построения свободного и процветающего Узбекистана. В эти дни мы все празднуем 30-летие объявлений независимости. Воле Всевышнего, волею судьбы так совпало, что праздник независимости и День памяти идут друг за другом. И это уже стало как бы неразделимыми датами. Вспоминая первый президент Узбекистана, наши гости стараются раскрыть что-то новое в его многогранной деятельности. И сегодня вашему вниманию будет представлена книга «Бурюкли Купрыге», посвященная годам работы Ислама Абдуганиевича в Корши. Это очень кропотливый труд и многолетний труд известного ученого-историка Пайона Равшанова. Он посвятил значительную часть своей деятельности написанию и этого исторического произведения. Несомненно, данная работа внесет существенный вклад в освещение современной истории Узбекистана и будет достойной данию памяти первого президента. Работу над изданием этой книги мы начали еще два года назад. Но, к сожалению, так случилось, что так было суждено, что присутствовать самому Пайону Равшанову уже не удалось. Но сегодня здесь присутствуют его родные и близкие. Работа в Корши была одним из серьезнейших жизненных испытаний для Ислама Каримова и стала своеобразным мостом его восхождения к вершинам управления нашей республикой. Именно работая в должности первого секретаря Кашкадаринского оккума, он не только смог узнать боль и чайные людей, там он по-настоящему стал частью этого народа. И, как позже вспоминал сам Ислам Дуганевич, это была его самая настоящая школа жизни. Ислам Каримов, опираясь на историческую мудрость народа, в Исламе Каримове качество лидера, болеющего за судьбу народа, за судьбу своей страны. Быть первым – это сложно, это трудно, это очень ответственно. Путь к независимости, как мы все знаем, был непростым и полным испытанием. Ислам Каримов, опираясь на историческую мудрость народа, его традиции, духовность, сумел сплотить многонациональный народ Узбекистана и возродить в нем самое главное – гордость за свою родину, за свою землю, за свою историю. Первому президенту предстояла огромная тяжелейшая работа в экономике, в политике, в социальной сфере, в духовной, культурной сфере. Буквально с нуля пришлось выстраивать внешнеполитическую, внешнеэкономическую деятельность. Ислам Каримов проявил верность своему долгу президента перед народом и смог отстоять светский характер развития нашего общества, нашего государства, а также отстоять его территориальную целостность и мирное развитие. Само время подтвердило своевременность и правильность, и состоятельность этих решений. Сегодня Узбекистан – это страна с новыми возможностями, повышающая свой экономический и политический потенциал, преодолевающая трудности и уверенно шагающая в будущее. Ее авторитет на международной арене постоянно и неуклонно растет. Надеюсь, что имя Ислама Баганевича навсегда останется в наших сердцах. А сейчас я хочу пожелать вам, дорогие друзья, доброго и приятного вечера. А сей души желаю всем вам счастья, здоровья, благополучия. Мир нашей стране процветания и самое главное – безоблачное небо. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok